Здравствуйте! Меня зовут Вавилова Оксана Николаевна. Я старший преподаватель кафедры архитектура и дизайн Карагандинского технического университета. Продолжаем курс лекции по дисциплине «Организация дворового пространства» для специальности дизайн. Тема 3. Модернизация жилого фонда. Лекция 11.12. Стратегическое направление реконструкции жилья массовой застройки. На прошлых лекциях мы с вами рассмотрели тему «Пространственная организация дворового пространства», в рамках которой мы изучили особенности организации и оборудования различных площадок, наполняющих дворовое пространство. Такие как детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула собак. В сегодняшней лекции мы открываем новую тему и будем говорить об особенностях модернизации старого жилого фонда. Стратегическое направление реконструкции жилья массовой застройки. Цель лекции – ознакомиться со стратегическими направлениями реконструкции жилья массовой застройки. Изучить приемы и средства повышения энергоэффективности жилья массовой застройки. Ознакомиться с энергоэффективными технологиями в строительстве. План лекции. Первое. Стратегическое направление реконструкции. Второе. Особенности строительных работ по повышению энергоэффективности. Третье. Проблемы существующего жилого фонда. Четвертое. Архитектурные приемы повышения энергоэффективности многоквартирных жилых зданий. Первое. Стратегическое направление реконструкции. Главной целью реконструкции стало обеспечение тепловой защиты зданий, соответствующей современным требованиям. Что с одной стороны создает комфортные условия проживания, а с другой позволяет существенно снизить энергозатраты. Современные требования определяются в первую очередь с НИПом, а также ссылающимися на него территориальными строительными нормами. Для соответствия этим показателям, например, стена из ячеистого бетона должна иметь толщину более полуметра. Реальное сопротивление теплопередачи у стен старых зданий средней полосы составляет приблизительно 0,6 квадратных метра на градус Цельсия на ватт. Что приводит к огромным теплопотерям. Тот же СНИП относит фактически все здания советского периода к классу энергоэффективности Е с рекомендацией необходимо утепление в ближайшей перспективе. А в лучшем случае к классу D желательно реконструкция. Тот же относится и к светопрозрачным конструкциям, в частности к окнам. Приведенное сопротивление теплопередачи даже самых лучших конструкций самых старых окон не превышает 0,4 квадратных метра градуса Цельсия на ватт. В то время как по современным нормам оно должно быть около 0,6 для средней полосы. Как мы видим из иллюстрации, это фотография, выполненная при помощи тепловизора, которая показывает теплопотери жилых домов. Конечно же, наибольшие теплопотери несут дома крупнопанельные, крупноблочные по сравнению с кирпичными домами. Как мы видим, наибольшие теплопотери возникают при стыках этих панелей, на углах этих панелей, на кровле и, конечно же, через окна. Об этом мы будем говорить чуть подробнее, несколько позже. Через кровлю дом также теряет существенную часть тепла до 20%. Для массовой застройки советского периода характерны плоские кровли с керамзитовой засыпкой в качестве утеплителя и рулонным покрытием на битумной основе. Теплопроводность керамзита в несколько раз выше, чем современных теплоизоляционных материалов. А битумное покрытие с течением времени теряет эластичность и в нем образуются крещины. В результате уже через 2 года после монтажа обнаруживаются протечки в 30% таких кровель, а через 5 лет в 70%. Приведенное сопротивление теплопередачи в старых домах не превышает полутора метров на градус Цельсия на ватт, при требуемых 4,5-6. Очевидно, что для действительно эффективной реконструкции кровли необходимо полная замена всего кровельного пирога. На приведенном рисунке мы видим, что утепление крыши сокращает потери тепла на 10%. Утепление внешних стен сокращает потери тепла на 24%. Утепление торцевых стен на 6%. При замене окон потребность в отоплении уменьшается на 12%. Реализация этих трех мер позволит сэкономить около 45% тепла. Циркуляция воздуха останется на прежнем уровне. Нельзя упускать из внимания и еще один важный аспект – системы водоснабжения и отопления. Стальные трубы, применявшиеся ранее повсеместно в виду дешевизны, сейчас приносят больше проблем, чем пользы. Коррозия приводит к протечкам, а в совокупности с шероховатой поверхностью и быстрому так называемому зарастанию труб, по некоторым оценкам, которое происходит в среднем за 6 лет, что снижает эффективность отопления или требует больших энергозатрат. К тому же высокая теплопроводность металла вызывает дополнительные теплопотери, а при аварийном охлаждении до минусовых температур система неминуемо лопается. В целях повышения энергоэффективности устаревших зданий необходим комплексный подход. Поэтому в перечень мероприятий по реконструкции включены Утепление фасада современными системами теплоизоляции. Установка новых стеклопакетов. Реконструкция кровли, включающая применение современных утеплителей. Замена систем водоснабжения и отопления с установкой аппаратуры автоматического регулирования. Утепление фасада в ходе капитального ремонта осуществляется, как правило, двумя способами. Первое – это с помощью навесных вентилируемых фасадов или штукатурных систем. Обе системы позволяют произвести теплоизоляционные работы быстро и без отселения жильцов. Преимуществом вентилируемых фасадов, благодаря отсутствию мокрых процессов, является возможность круглогодичного монтажа, в отличие от утепляющих штукатурных систем, которые могут производиться только в теплое время года. Замена старых окон на современные стеклопакеты ставит преграду сразу в двух направлениях утечки тепла – через конвекцию и через излучение. Результатом такой замены может стать экономия до 30% энергозатрат. Однако, для эффективности такой реконструкции важно правильно выбрать параметры – количество камер профиля и стеклопакета в применении к местным климатическим условиям. Например, для нашего оптимальным будет использование трехкамерного профиля и двухкамерного стеклопакета, либо однокамерного с энергосберегающим низкоэмиссионным стеклом и заполнением энергосберегающим газом. Современные энергосберегающие окна позволяют создать комфортный микроклимат в помещении. Летом в таких помещениях не жарко, так как окна отражают избыточное солнечное тепло. Зимой не холодно, так как не дает проникнуть низким температурам во внутрь помещений. Замена стальных трубопроводов на пластиковые решает все основные проблемы, связанные с эксплуатацией систем водоснабжения и отопления. Пластиковые трубы не подвержены коррозии, не зарастают и оказывают меньшее сопротивление потоку. Шероховатость стенок в 20 раз меньше, чем у стальных. Не приводит к дополнительным теплопотерям в разводке. Теплопроводность в 175 раз меньше. Выдерживают гидравлические удары и замораживания благодаря пластичностью. Впрочем, в меньшей степени это касается металлопластиковых и армированных труб. Отсюда очевидная экономия не только на эксплуатации, но и на ремонте. Разновидности пластиковых труб предназначенные для систем центрального отопления рассчитаны на температуру теплоносителя 85-90 градусов с кратковременными повышениями до 100 и 110 градусов. Жилые здания, спроектированные по нормам 1958 года, отличаются от домов современных серий, рядом существенных недостатков. Заниженная площадь прихожих и кухонь, совмещенные санитарные узлы, наличие проходных комнат и тому подобное. В первую очередь это относится к пятиэтажным крупнопанельным зданиям, построенным по проектам серии первого поколения. Их объем составляет примерно 30 миллионов квадратных метров общей площади. Модернизация жилых домов первых массовых серий включают следующие приемы. Увеличение площади кухонь и общих комнат за счет пристройки эркеров, балконов, лоджий. Надстройка одного-двух этажей. Пристройка лифтов и мусоропроводов. Укрупнение квартир. Увеличение площади санитарных узлов. Трансформация внутренней планировки за счет пробивки коридоров. Пристройки галерей. Лестничных клеток. Модернизация первого этажа под общественные учреждения. В том числе за счет пристройки и расширения корпуса. Модернизация квартир первых этажей. За счет расширения корпуса и организации выходов из каждой квартиры во двор или на индивидуальные участки. Пристройка блока секции на резервных участках между торцами жилых домов и под углом к существующему корпусу. Уплотнение жилой застройки за счет постройки новых жилых домов. В том числе малоэтажных, блокированных, образующих ковровую застройку. Устройство полуподземных гаражей, технических сооружений, подсобных помещений. В том числе с использованием подвалов и нежилых помещений первых этажей. На слайде приведены примеры реновации типовых жилых домов. Таких примеров реализации достаточно много в Восточной Европе. Но также появляются и варианты решения подобных проблем на территории всего бывшего Советского Союза. Для того, чтобы одновременно с модернизацией жилого фонда улучшалось качество внешней жилой среды, предлагается методика социально-пространственного анализа градостроительного решения. Часть жилой застройки пустует или используется неэффективно. Социально-пространственный анализ позволяет выявить эти резервные территории, составить прогноз использования территории, подсказать варианты совершенствования градостроительного решения. 3. Проблему существующего жилого фонда. Программа модернизации ЖКХ в Казахстане была принята в 2011 году. Целью данной программы является обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры. Программа должна обеспечить содержание жилищного фонда и модернизацию коммунальной инфраструктуры. Одной из основных мер программы является проведение ремонта многоквартирных жилых домов с элементами термомодернизации. При правильном целенаправленном проведении этих работ затраты жителей по теплопотреблению должны снизиться почти в два раза. Кроме того, в рамках программы запланирован большой объем работ по проведению ремонта инженерных сетей. Это должно способствовать значительной экономии энергоресурсов. Как показывает время, жители нашей области не спешат участвовать в данной программе. Согласно проведенным опросам, причины тому следующие. Не устраивает качество проведенных капитальных и текущих ремонтов. Не повышается комфортность жилья. И далеко не каждому жителю по карману еженесячные выплаты. Целью проекта модернизации должно стать представление принципов реализации программы дизайнерскими средствами с привлечением современных инженерных технологий и систем. Задачи проекта следующие. Комплексно решить проблему термомодернизации архитектурно-дизайнерскими средствами. Дать предложение по использованию нетрадиционных источников энергии в жилой среде. Принципиально улучшить качество проживания в реконструируемом жилом доме в некоторых случаях повысить класс квартир. Четвертое. Привлечение стандартных инвесторов для дополнительного финансирования реализации проекта. 66% жилого фонда города Караганды составляют многоквартирные жилые дома, большая часть которых была построена в 60-80-е годы прошлого века. В середине 90-х годов прошлого века началось видоизменение жилых домов. Реконструировались квартиры на первых этажах под общественные предприятия. Появлялись стихийные пристройки, которые значительно понижают качество квартир на вторых этажах. Менялся и облик фасадов. До сих пор разномастно остекляются балконы и лоджии. Меняются деревянные окна на металлопластиковые без соблюдения единой раскладки переплетов. Частично или полностью закладываются окна. Чаще всего это происходит в торцах домов. Можно обозначить и следующие проблемы многоквартирного жилого дома. Это, конечно же, изношенность конструкции элементов, кровли, балконных плит и козырьками над входами, а также оконные блоки. Наибольшие теплопотери происходят через кровли, стены панельных домов, оконные проемы, а также входные группы. Понижается комфортность проживания. Это касается жильцов вторых этажей, под которыми организованы пристройки. И все это ведет к нарушению архитектурного облика дома. Это также являются несанкционированные остекления балконов, утепление фасадов снаружи, отдельные квартиры, что меняет облик всего жилого дома. Это самостоятельная установка кондиционеров, спутниковых антенн и другого оборудования. Проект модернизации жилого фонда должен решать все эти проблемы. Архитектурные приемы повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов. Эксплуатируемые подкровельные пространства являются своеобразным аккумулятором тепла и выполняют роль климатического фильтра, защищая смежные с ним помещения от атмосферных воздействий. Вследствие этого помещения теряют через ограждение меньше тепловой энергии, чем другие наружные ограждения. Устройство ограждений атриума из светопрозрачных материалов и ориентация таких ограждений на солнечную сторону превращают пространство в энергоактивную объемно-планировочную ячейку. Уменьшить эти теплопотери возможно следующими способами. Устройство накровли теплиц и зимних садов, возведение жилого мансардного этажа. И первое, и второе решения позволяют решить еще одну задачу. Это привлечение инвесторов. В первом случае это могут быть коммерческие помещения. Во втором же случае появляется дополнительная жилая площадь, которая может быть переведена в частную собственность или же сдаваться в аренду на полученный доход, выплачиваться в качестве кредитов за реновацию жилого дома, а также идти на содержание жилой недвижимости и прилегающей территории. Следующий прием это использование природных компонентов в формировании плекоповышения энергоэффективности жилых зданий. Это озеленение фасадов и кровли. Примеры использования природных компонентов формирования облика повышения энергоэффективности жилых зданий, а также защиты от неблагоприятных факторов показаны на схеме. Использование озеленения на кровле и фасаде позволяет утеплить жилой дом и сократить теплопотери. а использование таких может быть ленточных или точечного приема позволяет повысить художественную выразительность фасада, а также улучшить микроклимат дворового пространства. Зеленые насаждения помогают защищать жилой дом от пыли, ветра, а также повышать влажность воздуха. Что немаловажно в климатических условиях города Караганды и Карагандинской области. Проблемы теплопотерь в жилом здании сможет решить вопрос встроек и пристроек к жилому корпусу за счет увеличения ширины корпуса. Это могут быть лестнично-лифтовые узлы, которые повысят комфортность проживания в данном доме, а также выполнить надстройку над существующим домом, обслуживая его дополнительными лестницами и лифтами. Это могут быть коммерческая недвижимость, а также это могут быть пристроенные дополнительные квартиры или комнаты. что опять же может привлечь инвесторов к реализации данного проекта. Использование буферных зон жилых зданий как устройств пассивной или активной солнечной энергии, применение специальных остекленных лоджий и балконов, размещение солнечных коллекторов, использование пространства кровли, мансард, применение двойных фасадов, применение пристроенных к жилому зданию лоджий и террас сможет исключить появление мостиков холода, появляющихся при стыке конструкции и дать возможность применения открытых балконов и террас. Такой прием представлен на данной схеме. Схема применения системы цветовой ориентации при архитектурно-художественном решении фасада энергоэффективного жилого дома. Для выявления силуэта жилой застройки цвет рекомендуется применять по контуру застройки крупными плоскостями и в определенном ритме. Целесообразно использовать цвет в качестве фона для выделения зданий акцентов, являющимися своеобразными ориентирами и имеющие более индивидуальные архитектурные решения. Повысить уровень энергоэффективности позволяют следующие приемы при использовании цвета. Это использование кровельных материалов насыщенного цвета, применение насыщенной суперграфики, а также применение цвета в местах мостиков холода. Такими являются первые этажи, балконные ограждения, а также оконные откосы. различия архитектурно-пластического решения северного и южного фасадов жилых домов. Южный фасад может иметь большую площадь остекления, повышенную пластичность, горизонтальные и вертикальные членения, интенсивный цвет. То, что мы видим на рисунке, рисунок А. Чтобы избежать перегрева, возможно использование именно пластического решения фасадов, когда будет создаваться дополнительная тень в летнее время. В зимнее же время низкое солнце будет попадать в достаточно большие площади оконных проемов и дополнительно нагревать помещение. северный фасад жилого здания решается более замкнутым, имеет плоскую структуру, элементы ветрозащиты, светлую тональность с графическим выделением архитектурных деталей, уменьшенную площадь световых проемов. использование энергоэффективных технологий и устройств в архитектурно-художественном решении жилой застройки это применение солнечных батарей и солнечных коллекторов, использование ветрогенераторов, кондиционеров и систем вентиляции, а также другие инженерные системы. Решить проблему самостоятельной установки населением бытовых кондиционеров на фасаде жилых зданий поможет проектирование в новых жилых зданиях центральной системы кондиционирования. В существующих жилых зданиях это может помочь система накладных элементов фасада для маскировки блоков бытовых кондиционеров, безусловно, меняющих внешних облик земли. То есть можно предусмотреть определенные крепления, а также декоративные решетки, которые будут закрывать кондиционеры и жильцы по мере необходимости смогут устанавливать в этих специально организованных местах внешние блоки бытовых кондиционеров. кондиционеров. Это позволит избежать стихийного размещения этих устройств и не позволит испортить существующий облик, который будет сформирован в проекте реновации жилого дома. Солнечные коллекторы в системе наружных ограждающих конструкций могут быть расположены на скатных или плоских покрытиях, в наружных стенах, в ограждениях балконов и лоджий, в оконных проемах или фонарях верхнего света, на цоколе или ниже него. Возможно использование следящих коллекторов, меняющих угол поворота в зависимости от расположения Солнца. Комплексное применение подобных приемов как совместно, а также может быть частично, позволяет решить ряд поставленных задач перед архитектором и дизайнером. В первую очередь это же, конечно, решение стратегической задачи повышения энергоэффективности данного жилого дома, а также, что немаловажно, повысить эстетические характеристики жилого дома. Это позволит избежать хаотичного изменения фасада в процессе эксплуатации, придать данному типовому дому индивидуальный облик и особенности. применение ряда средств позволит привлечь инвесторов как в коммерческую, так и жилую недвижимость, что позволит сократить расходы проживающих жителей на реализацию проекта реновации, а также позволит повысить комфортность проживания в данных квартирах за счет пристроек, остекленных организованных лоджий или балконов, дополнительно организованных открытых или полуоткрытых пространств, а также позволит повысить стоимость квартир для первых, вторых и последних этажей. Переводя первые этажи в коммерческую недвижимость, мы можно позволить организовать террасы на вторых этажах и сделать эти квартиры более удобными и соответственно более дорогостоящими. Организация над последними этажами мансардных этажей теплиц позволит снять проблему постоянного ремонта кровли с шельцов пятых этажей или же дополнительно для них появляется жилая площадь в мансардном пространстве или же надстройки полноценного этажа. Для реализации этих принципов конечно же необходимо индивидуально подходить к каждому дому, учитывать градостроительные особенности расположения данного жилого дома, социальный фактор рассматривать эту проблему не как отдельно стоящего дома, а как элемента составляющих дворовое пространство, как элемента квартала или улицы, чтобы данный дом после реновации гармонично вписывался в существующую окружающую городскую застройку. На сегодняшней лекции мы с вами рассмотрели стратегические задачи реновации жилого фонда, рассмотрели места, где происходят наибольшие теплопотери в жилых домах, ознакомились со строительными технологиями, которые позволяют сократить теплопотери жилых домов, изучили существующие проблемы жилого фонда города Караганды, а также изучили архитектурные приемы, позволяющие повысить энергоэффективные характеристики жилых домов. Задания для СРС и СРСП Разработать варианты по реновации жилых домов, формирующих дворовое пространство. СРСП СРСП РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. СРСП РЕКОМЕНДУЕМОЙ